Итак, всем привет! С вами Александр Котин. Это мой традиционный обзор для рубрики «Открытый микрофон» канала АМАРКЕТС. Традиционно приглашаю на свою бесплатную консультацию. Если у вас есть какие-то проблемы в трейдинге, вы можете записаться на консультацию по ссылке. В течение 40 минут я с вашей ситуацией поработаю. Разберем, какие у вас есть результаты в текущий момент времени, к чему вы хотите прийти и какие есть проблемы, которые вам мешают прийти туда, куда вы хотите. Записывайтесь на консультацию, выберем удобное время и созвонимся в WhatsApp. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на финансовых рынках. Традиционно разберу те валютные пары, на которых я совершаю сделки. И по евро-доллару у меня открыта сделка по сигналу с 12-часового графика. Вот здесь был сигнал дивергентного бара. И на мой взгляд, здесь прошла ABC коррекция и пара возвращается в восходящий тренд. А там уже будет видно, это будет новый импульс, либо это будет пятая волна, той волны, которая началась с 3-го, точнее с марта месяца 2020 года, ну месяц 3-й, я не ошибся. Идем дальше. Здесь развивается пока что восходящее движение, я жду его развития дальнейшего, обращаю на это внимание, то, каким характером это движение идет. Естественно, каких-то прогнозов я не делаю и каких-то предположений я не строю, в принципе не торгую на предположениях. Точка входа была обоснована непосредственно паттерном цены, то бишь появились начальные условия, от которых я взял сигнал, зашел в рынок, а дальше будь что будет. Такой способ торговли, на мой личный взгляд, на мой абсолютно, конечно же, скромный взгляд, позволяет вам, точнее мне, не знаю как вам, вам может быть пока не позволяет, но позволит, если, допустим, вам будет близка такая точка зрения, и вы ее для себя примете, то есть есть начальные условия, мы не строим предположений, берем точку входа с понятным заранее риском, идет развитие, мы смотрим, как это развитие идет, если мы оказываемся в импульсной волне, замечательно, мы там остаемся максимально возможное количество времени для того, чтобы взять распределение риска к доходности 1 к 2, к 3, к 4 и так далее. Может быть будет 1 к 10. На все, как говорится, воля рынка, и здесь мы не строим просто предположения. Такое поведение на рынке, такой подход к рынку, на мой, опять же, скромный взгляд, позволяет иметь торговлю с меньшим стрессом и позволяет делать профит сильно проще, чем, допустим, если вы предполагаете, а на рынке не происходит то, чего вы предполагали, или ваши какие-то предположения, они не оправдываются. То есть торговля не строится на предположениях в данном случае, а основывается на том паттерне, который на момент принятия решения был. Там подтверждается сигнал и происходит вход непосредственно по сигналу, четко по сигналу, по четкой цене, которая на максимуме бара есть, и стоп ставится за минимум бара. Вот как раз таки был тот самый сигнальный бар, который называют дивергентным. Я его определил структурой волны и подтвердил, естественно, внутренней структурой пятой волны, вот этой волны С, вот 1, 2, 3, 4, 5. Но это коротко о том, как я совершал эту сделку, на основе чего принимал решение. В данном случае никакой точки выхода я еще не вижу, и поэтому даю рынку делать свою работу, остаюсь в этой позиции. Дальше, фунт-доллар я попробовал купить вот с этого бара. Как видите, там был 12-часовой график, здесь был 2-часовой. Пока сделка в плюс не идет, но, как понимаете, я уже показывал свою кривую доходность в прошлый раз. За это время тут пока что ничего не изменилось, потому что это всего лишь третья сделка у меня в апреле по фунт-доллару. Возможно, здесь появится новая точка входа, посмотрим. Но, во всяком случае, фунт-доллар я вижу следующим образом. То есть 1, 2, 3, вероятно, 4, и, возможно, здесь формируется первая волна в каком-то новом импульсе вверх. Возможно, в пятой, возможно, еще в какой-то. Во всяком случае, когда я перехожу на 2 часа, принимал я решение, исходя из того, что это 1, 2, 3, вероятно, 4. В пятой волне очень сложно торговать, поэтому, как правило, если я третью пропустил и пытаюсь заходить на пятой волне, то это достаточно слабая сделка, поэтому риски я здесь сокращаю. Как вы понимаете, если мы откроем историю моего торгового счета, возьмем всю историю, эта история, естественно, положительная. С этого счета я вводил средства, выводил средства, вводил сюда средства и собираюсь дальше его пополнять и увеличивать объемы торгов. И этот счет я постоянно как раз-таки в роликах для канала Амаркетс показываю, демонстрирую, рассказываю об его истории и показываю там кривую доходности. В прошлом ролике она была, вы можете этот ролик найти и посмотреть, чтобы сейчас мы на это не отвлекались. Как вы понимаете, у меня есть и прибыльные, и убыточные сделки. Я ничего не вижу в том, чтобы, плохого, точнее, ничего не вижу в том, чтобы получать убыточные сделки, без этого никак. Главное, чтобы в тех сделках, где мы можем получить профит, мы оставались максимально возможное количество времени и за счет распределения и отношения риска к доходности мы и делаем профит. Чисто математически это работает вот так. И я показал и доказал это самому себе и зрителям своего YouTube-канала, кстати, тоже, уже неоднократно. Вчера, кстати, вышел ролик с моими результатами за первый квартал 2020 года. Вы можете на мой канал перейти и с этим роликом ознакомиться. Он короткий, меньше 5 минут. Дальше мы смотрим с вами пару доллар-франк. Здесь у меня вход с дневного графика. И я сократил уже риски, то есть с максимума сигнального бара я перенес стоп на максимум вот этого бара, на котором как раз было импульсное движение, для того, чтобы риски сократились в два раза по отношению к первоначальному риску. Пока сигналов для переноса стопа нет. И здесь пока мне непонятно, куда я захожу. В новую импульсную волну вниз. Либо это была коррекция, и мы увидим новую импульсную волну. Либо это была коррекция внутри развивающейся волны. Поэтому мне особо не важно, это коррекция всей волны или коррекция внутри развивающейся волны. Все равно пока что здесь я вижу коррекционное движение. Дальше я жду, пока цена пересечет линию баланса. И для того, чтобы не пересиживать коррекцию второй волны, я, скорее всего, здесь буду искать точку выхода на меньшем таймфрейме при завершении импульсной волны 1. Здесь пока 1, 2, развитие идет третьей волны. Ее хорошо видно. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. В третьей дивергенция. Все здесь прекрасно можно разглядеть. Здесь близко находится зона предыдущей коррекции, поэтому буду наблюдать за развитием движения. Возможно, кстати, либо на евро, либо на франки я попробую удалить позицию для того, чтобы сделать два входа. Это можно делать редко, но на старших таймфреймах, как правило, и, как правило, в импульсной третьей волне. Иена. Традиционно я не совсем люблю ее торговать. Редко здесь совершаю какие-то сделки. И в данном случае на недельном графике у нас достаточно сложная коррекция, которая тут существует с незапамятных времен, а с 2016 года, как минимум. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, это все сложная волна B, и, возможно, мы будем обновлять вот этот минимум, либо подойдем сюда какой-нибудь волной C когда-нибудь. Но в данном случае, если брать daily, а ниже дневного я бы иену пока бы не смотрел, здесь примерно такая же ситуация, как на франке. Волна A, потом волна C. То есть вот такой ABC паттерн. И я думаю, что мы можем здесь снизить, потому что данная пара, она коррелирует с золотом, а золото я рассматриваю в покупке. Следовательно, иена в данном случае, она может укрепиться против доллара. Ну, то есть график в этом случае пойдет вниз. Небольшое уточнение, да? Австралийский доллар, на мой взгляд, здесь нет понятной пока для меня личной ситуации, а я делюсь с вами исключительно своим мнением. На дневном графике мы видим завершенный пятиволновой паттерн с удлинением в пятой волне. И то, что видим здесь, на мой взгляд, вот эта структура, она может достроиться до пятиволновки. Вот когда и если это произойдет, вот только тогда я бы обратил внимание на эту пару и стал бы здесь какие-то стратегические входы в шорт рассматривать, естественно, с коррекцией этого импульса. Это было бы более актуально. Внутри дня, конечно же, здесь тоже есть торговые возможности, но, как вы понимаете, я не любитель торговли пятых волн, даже если это выглядит как 1, 2, 3, 4. Тем более, что в меньшем таймфрейме на 4 часах у нас уже здесь есть дивергенция. Поэтому я бы пока подождал развитие событий. То же самое касается новозеландского доллара, так как с австралийцем они коррелируют, и очень вероятно, что по новозеландцу вот это снижение достроится до пятиволновки, даст коррекцию куда-то в зону одной из предыдущих коррекционных волн. И вот только тогда я бы стал рассматривать здесь точки входа в шорт более стратегически, то есть не внутри дня, а именно где-то на больших, плюс-минус больших таймфреймах. У каждого свой большой таймфрейм на днях, либо на 4 часах. Поэтому на дневке здесь также завершилась пятиволновка, на мой взгляд, мы идем ее корректировать, возможно, в зону одной из предыдущих коррекций. Я ее обозначил примерно вот здесь, потом будет видно. Пока я буду ждать достройки, до пятиволновки, либо еще какого-то другого развития событий. То есть в этом случае я просто даю рынку самоорганизоваться. Канадский доллар также не совсем, скажем так, любимая моя валютная пара. Дело в том, что здесь идет удлинение, и такие ситуации я, как правило, для торговли не рассматриваю. То есть я предпочитаю более понятные рынки. В данном случае это тоже удлиняющийся паттерн. Очень возможно, что здесь нет завершения, вот в последней этой волне, для того, чтобы здесь сформировалась дивергенция, нет обновления минимума. Не хватает, как минимум, на мой взгляд, этого. Так вот, я бы подождал развития событий. Но так как это опять же та же самая история, где предполагается торговля на некой пятой волне, или в конце какого-то движения, а этого движения здесь просто может и не быть, то есть тут нет точек входа с высоким потенциалом, как обычно я говорю. И в данной ситуации для меня образование точки входа в шорт, вот здесь, на каком-то из меньших таймфреймах, расценивалось бы как достаточно слабая сделка. Поэтому здесь я тоже подождал бы развития событий, так как тут идет удлинение, и сказать, когда и как оно завершится, очень сложно. Либо ждем какой-то первый импульс вверх для того, чтобы с его коррекцией рассматривать точки входа в покупку. Вероятно, этот импульс здесь мог уже присутствовать, вероятно, его коррекция также могла здесь быть, и могла быть вот эта точка входа, точка входа на покупку. В этом случае означает, что я просто не обратил на нее внимания и, скорее всего, ее просто пропустил. Ну, просто потому, что, обратите внимание на то, что здесь не такой эстетичный рынок, как я его называю, как на евро-долларе, и здесь сложно распознать какие-то паттерны. А первое правило, которому я следую, это читаемый рынок. То есть если рынок читаемый, я с ним работаю. Если рынок не читаемый в плане волновых структур, то я не пытаюсь его понять, я даю ему самоорганизоваться, и я не ищу торговые сигналы, а их дожидаюсь. Это две разные точки зрения. Так вот, что происходит с золотом? Золото, на мой взгляд, на недельном графике находится в коррекции, либо оно уже эту коррекцию завершило. И вот здесь вот есть два дивергентных бара. Бара с верхним закрытием на недельном графике, на дневном. А лучше здесь посмотреть 12-часовой, где как раз-таки в 12-часах здесь будет 120 баров. Это необходимое количество баров от 100 до 140 для распознавания импульса на АО. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эти вот три фрактала как раз-таки внутри третьей волны будут. А пятая в третьей, она как раз-таки и может приходиться на максимум движущей силы. Здесь, вероятнее всего, была четвертая сложная. И здесь, видите, пересечение линии баланса. Тут, вероятно, первая уже формируется вверх. Но вот в этой первой, на часовом графике, на мой взгляд, здесь можно увидеть отсутствие завершения. Ну, или в 30 минутах. Скорее всего, то, что мы видим здесь, это незавершенный импульс, где идет удлинение пятой волны. И, возможно, еще обновление максимума. Вот поэтому, если мы торгуем внутри дня, я бы, наверное, не стал здесь вообще ничего делать. Да, если бы я даже стратегически здесь рассматривал точки входа, я бы, наверное, обратил внимание на завершение всего импульса. Только после этого рассмотрел бы его коррекцию, и с коррекцией бы поискал уже точки входа в покупку. Именно поэтому здесь у меня нет открытых сделок. Я дожидаюсь развития ситуации, и на это нужно время. Я это прекрасно понимаю. Золото, на мой взгляд, также было и BC паттерн. Завершилась коррекционная волна. Возможно, также развивается первая вверх. Точнее, это серебро. Да, и по серебру, соответственно, я думаю, что мы можем дальше пойти вверх после завершения данной коррекции. А вот там уже будет видно. Это коррекция всей волны, либо это коррекция только внутри какой-то первой в пятой там, или в первой волне какого-то нового импульса вверх. Это будет видно позже. В данном случае здесь был сигнал, вот этот дивергентный бар. И внутри развитие импульса идет, импульс еще, на мой взгляд, не закончен. Здесь не хватает какой-то пятой волны. Но опять же, если здесь пытаться заходить с целями обновления этого максимума, то в данном случае, на мой взгляд, это была бы слабая сделка. Поэтому я предпочел бы подождать завершение всего импульса, развить его коррекции, и вот с его коррекцией уже зайти в покупки. Индекс SP500. Вот, как видим, здесь снова движущая сила нарастает, и обновляет все предыдущие максимумы. Это говорит об удлинении импульсной волны, которое прекрасно видно также по параллельному рынку. Вот он, параллельный аллигатор на недельном графике. И в данном случае здесь просто идет удлинение волны вверх. Поэтому по акциям у меня тоже есть открытые позиции. Я их вчера показывал на своем YouTube-канале. Можете это видео посмотреть. Перейти просто на мой канал и посмотреть. Биткоин. На мой взгляд, также идет удлинение. Дивергенция раз. Я думаю, что при обновлении максимума мы увидим вторую дивергенцию. Но при удлинении могут быть множественные дивергенции. Именно поэтому здесь можно рассматривать торговлю на мой взгляд только по тренду. И не пытаться идти против тренда, потому что торговать коррекционной волной крайне тяжело. Поэтому здесь в принципе можем увидеть обновление максимума. Нефть марки Brent. Считаю, что мы находимся в волне B. Вниз была только волна A. Здесь скорее всего первая, вторая, третья. Развитие идет четвертой волны. Возможно, вот сюда зона предыдущей коррекции у меня обозначена. Как правило, в этих зонах завершение коррекции старшего порядка происходит. И можно будет рассматривать точки входа в покупку. Именно поэтому по нефти сейчас вот видите, сложная волна. Сложная волна B. Она постоянно здесь пересекает линию баланса. Этот паттерн выглядит достаточно неэстетично. И поэтому в данном случае заходить в шорт без сигнала я бы не стал. Я бы дождался, пока закончится C и уже смотрел бы точки входа по тренду. Но понятно, что на это потребуется наверняка не одна неделя. Дальше, что мы обычно смотрим. Давайте рассмотрим фьючерс на доллар-рубль или так называемый C. И что мы здесь видим в данном случае? Очень вероятно формирование треугольной коррекции. То есть тот рост, который здесь обозначился. Многие рассчитывают на то, что у нас сейчас доллар против рубля будет очень сильно расти. Возможно, но возможно не сейчас. Поэтому дальше я смотрю четыре часа и на четырех часах формируется импульс один, два, три. Соответственно, это возможно очередной ABC паттерн в сложной... Так как здесь все волны тройки в этой структуре, то здесь возможно очередная тройка и исключено, что после этого мы можем уйти обратно к нижней границе формирующегося треугольника. И эта вся сложная коррекция может затянуться еще на какое-то неопределенное время. Кроме этого, мы с вами обычно еще смотрим индекс РТС. Под предыдущим роликом я не видел сегодня никаких комментариев, на которые мог бы ответить. Именно поэтому я просто делаю плановый обзор тех инструментов, которые мы с вами обычно смотрим. Индекс РТС. В данном случае я рассматриваю вот эти два движения как два импульса, возможно на порядок выше на месячном графике. Не знаю, здесь это будет видно или нет, тут малая история, это фьючерс. Там сложная треугольная коррекция. И поэтому очень вероятно, что здесь идет развитие какой-то очередной волны к нижней границе этой сложной коррекции. А возможно и формирование волны 4, 1, 2, 3, 4, развивающегося импульса вверх. Именно поэтому я бы обратил внимание на зону предыдущей коррекции и на то, как здесь будет развиваться коррекционный паттерн. И будут ли точки входа вот в этом районе, вот в этом районе. И естественно волну C внутри я бы посмотрел, как она будет завершаться, как она будет развиваться. Потому что здесь я стою в шорте по фьючерсу на Мосбирже. Соответственно жду дальнейшего развития событий. На этом у меня все. Напоминаю, что на мою бесплатную консультацию вы можете записаться по ссылке в описании ролика. Я поработаю с вашей ситуацией в течение 40 минут. Посмотрим, какие у вас сейчас результаты, что вы хотите получить, что мешает к этому прийти. Также сделаем дальнейший план действий. и соответственно вы сможете следовать этому плану, получить результаты, либо я расскажу о том, как можно получить мою дальнейшую помощь. Если, конечно же, она вам понадобится. Потому что без запроса я не работаю. На этом у меня все. С вами был Александр Котин. До новых встреч. Что вы обо всем об этом думаете, пишите в комментариях. У меня все. Пока.